ПЕСНЯ Сказал Господь своим ученикам, «Вложите вы себе в уши слова сии, Сын Человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли Слово сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли Его, а спросить Его от всем Слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышления сердца их, взял дитя, поставил его пред Собою и сказал им, «Кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает, а кто примет Меня, тот принимает пославшего Меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При всем Иоанн сказал, «Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему, «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». В сегодняшнем евангельском отрывке мы слышали о том, как Господь наш Иисус Христос начинает готовить своих учеников к осознанию того, ради чего, собственно, он и пришел в этот мир. Господь говорит апостолам, «Вложите вы себе в уши слова сии, сын человеческий будет предан в руки человеческие». Однако апостолы, к сожалению, не поняли этих слов своего учителя, а спросить об их истинном смысле побоялись. По словам блаженного феофилакта Болгарского, весть о грядущем распятии Христа была сокрыта от понимания апостолов не просто по причине их неразумия, но для того, чтобы они прежде времени не вдались в печаль и не смущались от страха. Именно поэтому Бог, снисходя их слабости и руководя ими как детьми, попустил им не понять того, что говорилось о кресте. В то время, как Господь пытается открыть своим ближайшим ученикам истины Царствия Божия и тайну спасения человечества через собственную смерть на кресте, в умах апостолов, еще приземленных и не просветленных благодатью Духа Святого, витает лишь один вопрос. Кто бы из них был больше? По словам святых отцов, апостолы, получив от Христа дар чудес исцелений, подобно детям стали считать, что это их собственная заслуга, а потому решили выяснить, чей же среди них дар больше. И Господь, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его среди них и сказал, «Кто из вас меньше всех, тот будет велик». Святитель Василий Великий пишет «Тот, кто смирит сам себя, будет вознесен Богом. Смиряясь пред Богом, осознавая свою немощь, свое недостоинство и несовершенство пред нашим Творцом, мы тем самым обретаем подлинное величие». Именно поэтому Господь учит нас не гордиться, не превозноситься над прочими людьми, не соблазняться греховными славолюбием и счастлавием, но всегда пребывать в духе кротости и смирения. Услышав такие слова из уст Спасителя, апостолы решили спросить у него, правильно ли они поступили с одним человеком, который, подобно самим апостолам, изгонял бесов силы имени Христова. Так святой апостол Иоанн Богослов от лица всех учеников Христовых спросил, «Наставник, мы видели человека именем Твоим изгоняющего бесов и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Видимо, слова о смирении и самоумолении дошли до сердец апостолов, и они осознали, что не имели никакого права и никакой власти запрещать кому-либо, не входящему в круг ближайших учеников Господних, говорить о Христе. Поступок апостолов в данной ситуации, возможно, не имел под собою основания в зависти. Судя по всему, апостолы запретили тому человеку изгонять бесов именем Христовым по той причине, что сошли его недостойным такого служения, так как человек тот не получал от Христа вместе с апостолами благодати чудотворения. В ответ на вопрос апостолов Господь заметил, «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Блаженный Августин пишет, «Благодать принадлежит всегда одному только Богу, а не человеку. Человек же является только орудием в руках Божьих, через которое благодать достигает необходимой цели. И если благодать только от Бога, значит, именно Бог и никто иной решает, кому ее давать и в каком объеме». Помимо об этом, мы должны всегда обращаться к Богу с молитвой о том, чтобы Он избавлял нас от всевозможных проявлений гордости и самомнения. Ведь гордость – это тот грех, который мешает достичь Бога и нам самим, и тем людям, которые находятся рядом. Ища духовная жизнь, очень часто зависит от нас. Если мы победим грех в себе, мы сможем помочь победить его и тем, кто возле нас. Если же мы сами не можем этого сделать, но наоборот, только умножаем грех в личной жизни, то как мы можем научить и помочь в борьбе с греховными страстями кого-то? Научимся же бороться с грехом в самих себе, и тогда пред нами откроется тот путь, который проложен самим Господом Иисусом Христом. Путь к вечному блаженству на небесах в единстве с Богом, которому слава во веки веков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok